раз в неделю за покупками хожу я но иногда как женщина я я знаю что нам надо в хозяйстве да но не знаю как называется это по-английски им и тогда мы с мужем применяем следующий при прием он идет волмарт онлайн находит эту вещицу вот как например вот это кейбл тайс сейчас выпить я выписываю как это называется по-английски потому что как обычно это впервые я слышу это название вот у меня же английский далек до совершенства вот но можно прожить всю жизнь и не узнать как вот эти штучки называются понимаете по-английски пока не столкнешься с ними на практике это как бы ой как бы вот как бы даже по-русски то я что-то не могу объяснить никогда не пользовалась ими у меня возникла проблема я выстраиваю стенку из решеток саду чтобы сделать уединенное местечко закрыться от дороги и вот эти решетки нужно связать между собой три решетки там и вот мы сразу поняли что нам нужны эти штучки что тут еще то показано а ну вот узелок завязывается закрепляется и потом этот узелок уже не развязать нужно просто разрезать кусачками так это все тут работает вот муж выписывает название видите вот например хайпер той эйд инч севанти файв паунд кейбл то есть юви резистен black 50 counts вот что здесь важно что это для наружного применения то есть на улице это не разрушится в под воздействием солнечных лучей потому что это изготовлены из материала защищенного от солнечных лучей ультрафиолетовых лучей вот и после того как муж находит эту вещицу нужное название которое я не знаю я себе выписываю на листочек и потом смело иду в магазин если что я сама не найду то я покажу свою запись вот эту всю хатер хайпер той эйд инч севанти файв паунд и так далее и так далее и но иногда я и сама нахожу потому что волмарте в интернете можно посмотреть вот видите ряд 18 ряд пейтин то есть я знаю в каком это ряду если я сама не нахожу этот ряд я спрашиваю продавца и потом уже ну поняли да что меня муж готовит к походу в магазин вот в данном случае это вот такая вот маленькая штучка вот эти вот ой я так и не знаю как их толком назвать то по-русски замочки что ли вот связки вот так вот друзья если мой муж подскажет мне как вещица называется по-английски то иногда у меня бывает к ужасу что я не знаю как эту вещицу назвать по-русски если кто-то знает напишите мне в комментариях ладно скажите мне друзья ну почему ну почему вот все самое вкусное всегда все самое вредное ой как мы любим с мужем мороженое вот он больше всего на свете любят ванильная это вот это а я люблю разная и шоколадная люблю и какое хочешь люблю и только как-то равнодушие наступает знаете когда прохладно на улице а вот уже начиная с марта когда устанавливается у нас шикарная погодка все любовь к мороженому такая наступает что устоять и возможно покупаем мы маркой great value мороженое это самая дешевая у нас мороженое в волмарте это бренд самого волмарта вот всего такой вот кусок счастья большой какой тут размер давайте посмотрим так 1,4 литра вот такой большой кусок счастья вот всего за 248 ну там еще плюс 24 цента налог вот это мороженое единорог до unicorn это в переводе единорог назвали и вот так именно ну связан связали со сказочным героем потому что она выглядит то тоже вот как-то невероятно сказочная вам сейчас покажу я специально вышла на улицу чтобы мы с вами хорошо хорошо рассмотрели в натуральном свете средь бела дня все цвета этого мороженого если друзья мое сказочное мороженое видите конек с одним рогом unicorn unicorn sparkle ice cream у него не только коробочка цветная да да вот оно мороженое так тут и бирюзовый цвет и розовый и сиреневый и желтый вкус замечательный мне нравится признаюсь вам друзья было у меня такое сразу после приезда из россии в америку сша я так наивно думала что о здесь люди получают такие хорошие зарплаты по сравнению с нами с россиянами что наверное никто никогда за свою бытность пока работает не ошибаются ну то есть так хорошо труд у них оплачивается здесь в америке что они просто не могут ошибаться никогда на свете вот вы знаете я купила одну на самом деле бутылку апельсинового сока это муж у меня пьет каждое утро стакан апельсинового сока а кассирша то пробила мне две ну то есть как то она дважды одну и ту же бутылку пробила на самом деле я купила одну вот так вот не ошибаются здесь в америке а я кстати заметила эту ошибку только сейчас ну где-то около четырех долларов я потеряла не проверила по чеку сразу сейчас уже поздно метаться я очень рада что у меня есть возможность купить молоко без лактозы то ли я его раньше не замечала то ли то ли его не было вот и пустили в продажу я теперь затрудняюсь сказать но я покупаю именно вот это молоко только потому что она без лактозы но и цена приемлемая тоже есть у нас болгарского стиля так бата милка это у нас что кефир мне нравится вот пью одну чашку в день на ночь для улучшения работы желудочно-кишечного тракта и просто для удовольствия а еще я применяю этот кефир разнообразие у нас кстати нету только вот этот вот кефир и все еще я его применяю когда пику оладьи он хорош вот так значит выбор других вот кисломолочных продуктов по сравнению с россией маленький вот сразу скажу сходу ацидофилина я не видела ряженки я не видела возможно я их не видела потому что их ну не производят у нас здесь сша вот почему вот в этого в этой стеклянной бутылки находится яблочный уксус я покупаю его для себя пью растворяю в воде это у меня ритуал раз в день для общего здоровья в этом яблочном уксусе находятся очень полезные для желудочно-кишечного тракта бактерии я взяла это за правило здесь вот фотография нет это такой деликатес друзья вкуснотища невероятно копченая нога индейки это мой любимый кофе арабика я покупаю mild довольно распространенный я так считаю потому что я помню по россии что она он у нас тоже продавался earl grey black tea черный чай в пакетиках earl grey такие конфеты hershey's nuggets я покупаю для мужа он не всегда заказывает он любитель этих конфет но иногда я ему составляю компанию кстати про черный чай я забыла сказать он не очень популярен кофе более популярна у нас в сша но я люблю как кофе так и чай и иногда со мной за компанию черный чай пьет мой муж но если я ему не предложу он сам себе никогда чаю не сделает не попьет нет у него такой потребности это у нас виноград белый и черный небольшое тут количество так что про него могу сказать я уже и забыла друзья что когда-то ела в своей жизни виноград с косточками их выплевываешь да вот а вот этот оба вида винограда без косточек и как-то мне давным давно не попадался виноград с косточками наверное это теперь редкость кстати я даже и арбузы тут в америке покупаю и они тоже без косточек ну там знаете так такое небольшое небольшое количество и какие-то в зачатках там эти семена не такие твердые как обычно вот вот это для меня лакомство это из слоеного я так подозреваю тесто печенье в сахарной обсыпки вот это лакомство я открыла в америке не знаю как правильно произнести по-русски но мы по-английски называем канолы может быть есть у них фотография поближе я покажу вкусно у них так такое необычное лакомство по моему итальянского происхождения она видите как будто в конвертике там крем так похожая на крем на самом деле это не крем я не знаю что хорошо конечно идет с кофе правильно они тут сфотографировали хорошее сочетание вот канола не так дорогие уж здесь вот получается 5 штук до 398 стоит а пишется вот так канолы вот здесь и в моем любимом фильме который называется сериал это все любят everybody loves raymond там у него мама у героя итальянских корней живут семья в америке вот она делала делает якобы своим домочадцам канола и я слышала произносится просто канолы в этом фильме слышала так качан капусты я купила для голубцов вообще у меня я мужа начала делать он до меня до жизни со мной до брака со мной не ел никогда не ленивых голубцов не не ленивых никаких голубцов не ел вот я купила качан чтобы сделать настоящие не ленивые голубцы вот признаюсь я однажды когда я выращивала виноград я попробовала сделать типа голубцов но вместо капустных листьев я использовала листья винограда мне не понравилось как вот готовят грузины вот это вот как-то у них же и называется это блюдо да по-моему отдельное какое-то название не голубцы но технологии это похоже просто вместо капустных листьев они используют виноградные мне не понравилось то ли там какие-то специальный сорт винограда нужно использовать слово вертится в голове не могу вспомнить как это блюдо грузинское называется когда рис с фаршем и заворачиваются виноградные листья долма не долма забыла так вот тут у меня идет полезная полезная продукция полезные вещи и да вот это blue berries пока у меня нет своих blue berries сейчас скажу это голубика вот крупные сладкие очень часто вот не именно в этот раз я купила но очень часто у нас продающая компания присутствует в нашем волмарте что вот все эти ягоды дальше у меня тут ежевика идет малина какая-то компания сотрудничает с волмар там они у них органически вот эти друзья честно говорю простые обычные вот но очень часто бывают органически я люблю ежевику кстати вот если готовлю свинину люблю есть ежевику со свининой это мое открытие чисто мое я нигде об этом не слышала не видела но оказывается очень вкусное сочетание кто не пробовал рекомендую попробуйте голубику и малину ем просто так так прослышала я что почему-то не знаю какая причина огурцы дороже ананаса в россии вот я это запомнила пошла посмотрела цену вот вот в этом пакетике сколько тут ну огурчики небольшого размера но их достаточно много вот у нас вроде бы ничего такого необычного не происходит ой начала считать раз два три 4 5 6 7 среднего размера огурчиков вот 2 доллара но огурцы в америке вот я как приехала я была недовольна мне жаловалась мужа да что это такое американские огурцы не пахнут огурцом вы знаете запах есть огуречные такой своеобразный у американских огурцов но какой-то он не такой ярко выраженный я помню купишь один огурец начнешь его резать и запах раздается вообще на всю квартиру а тут ну так если нос приставишь прямо над доской где режешь огурцы то можно учуять вот знакомая моя советовала наверно надо маленькие огурчики вот самой вырастить маленького размера огурчики вот они будут пахнуть друзья за 16 лет уж каких только тут я огурцов не выращивала и длинных и коротких и маленьких и с пупырышками и гладких в общем на экспериментировалась в досталь но запах запахом характерным сильным запахом ни одни из моих собственно выручь выращенных огурцов все равно не обладали не знаю то ли почва другая то ли это от сортов зависит лимончики зато мне нравятся наоборот в америке такие приятные на вкус что я ем их без сахара могу съесть без сахара но не целый лимон там несколько долек вот а так я использую для кофе для чая с удовольствием и просто так ем знаю что лимоны богаты витамином c а весной особенно это важно вот этот фрукт я долгое время проходила мимо него рута дагас по-английски репа можно сказать репа ну да репа по-русски вот видите цена 298 всего одна репка но она тут посмотрите какая аккуратненько подрезанная чистенько ее еще сверху покрывают как яблоки воском чтобы она лучше сохранялась поэтому цена такая для одной тарелки ну приличная я бы сказала вот к счастью я обратила внимание в конце концов на репу и готовлю я ее в мультиварке вот в качестве гарнира вкусно приятно такая консистенция структура все все в ней хорошо вот и на вкус приятно что самое главное а вот это вот турнеп здесь три штучки видите я могу его есть как яблоки совершенно как яблоки у них приятный вкус вот ну вкусом то конечно не похож турнепс на яблоко я просто говорю вот так же шкурку очищаю и смотрю телевизор и ем как закуску перекус турнепс вот в россии я по моему вообще не покупала никогда турнепс я его видела только когда работала студенткой на полях мы собирали турнепс но он был кормом для домашней скотины на фермах для скотины вот чтобы в продаже для людей я не помню турнепса захотелось мне почему-то зеленого яблочко купить вот когда я приехала в сша 16 лет назад все яблоки были примерно а ну здесь цена за паунд это примерно 450 грамм вот сейчас 2 доллара это самое дешевое яблоко гренни smith apples вот а тогда когда я приехала 16 лет назад все яблоки были в районе одного доллара по моему они рванули они потихонечку повышались цене ну там на какие-то центы а сильно поднялась цена во время пандемии и после пандемии вот груши у нас присутствует возможно вот эти груши они хорошего качества никакие там не залежала и не выглядят старыми наверное из мексики в мексике ведь тропический климат и выращиваются все круглый год но в основном я скажу друзья что у нас фрукты овощи все-таки местные американские иногда себя балую покупаю вот такой сыр президент вот какой-то он необычный сыр и выглядит необычный вкус у него и консистенция такая необычная вот очень хорошо приятно с кофе его пить я даже просто отрезаю кусочек без хлеба там без крекера без ничего яйца 18 штук так экстра лач супер большие но на самом деле и самые большие это это джамбо размер а эти не самые большие вот оказывается у нас проблемы то что цены растут на яйца у нас в сша знаете как это болезнь то птичий грипп много кур погибла из-за птичьего гриппа поэтому ну как всегда бизнес бизнесмены восполняют находят способы восполнить свои убытки и увеличивают цену и еще какая-то вторая есть причина я забыла надеюсь что это временно вот кончится птичий грипп да и должна же цена упасть вот это хлеб который используют каждое утро два кусочка хлеба делает в тостере мой муж ест его со сливочным маслом помните я купила качан капусты а это вот я купила подносик значит граунд биф биф это у нас говядина здесь пишется процент и расписано 96 процентов мяса 4 процента жира так куда исчезла все вот она 13 долларов 37 центов вот я уже голубцы сделала приучила мужа голубцам до меня он голубцов не ел мне конечно проще сделать ленивые голубцы вот а ему нравятся ленивые голубцы я наверное знаете вот этот раз делаю а дальше вернусь к ленивым голубцам потому что времени нам намного больше уходит когда заворачиваешь рис с фаршем в капустные листы это возня дополнительно так корень биф нет у них фотографии и тибон стейк сейчас друзья я покажу что это такое вот здесь просто можете посмотреть цены на эти мясные изделия а видео что я из них приготовил и я вам покажу название название данного вида говядины мы произносим по-английски flat cut cornet beef brisket вот таким образом я его приготовила в мультиварке перевести мне не по зубам а а это тибон стейк тибон потому что косточка похоже на английскую букву ти приготовила я его в духовом шкафу с помощью бройлера вот так мы разделили с мужем это моя часть тибон стейка мы любим есть стейк с виноградом все кто не пробовал попробуйте это здорово ну вот а цены на корн биф вот такая и тибон стейк вот такая цена последними в моем списке покупок будет вода последний вот два галлона я купила я водопроводную воду не пью это все на сегодня друзья спасибо что посмотрели выслушали меня до новых встреч всего вам доброго до свидания